ДИМА ХИДРОВ ДИМА ХИДРОВ ДИМА ХИДРОВ ДИМА ХИДРОВ ДИМА ХИДРОВ А на чем же поехать в следующем году? Так что я думаю, что это очень хорошее и правильное решение присоединиться к нам и быть частью нашего коллектива. Почему решили именно в Тольятти делать «Жигулевскую милю»? Так складывается жизнь, что мы зависим от желания, возможностей. И на самом деле, может быть, с одной стороны кажется, ой, ну как же, вы уехали из Байкала. И, наверное, переживают те, кто там не успел побывать. Но никто же не говорит, что мы туда не вернемся. А когда, получается, рядом возникают такие партнеры, которые говорят, а мы вас хотим видеть у себя на «Жигулевском море», приезжайте, и ты думаешь, вау, круто, можно поехать, открыть для себя новые какие-то просторы, горизонты, привлечь тех людей, которые, возможно, на Байкал бы никогда и не добрались. Поэтому я считаю, что если там на следующий год нас захотят увидеть, а вы-то, кстати, знаете, что у нас была и Балтийская миля в Кронштадте. Так что мы та организация людей, энтузиастов скорости, которые открыты к проектам. Это классно. Это классно. Это классно, что есть возможность сегодня побывать в Тольятти, в Мекке авто-мотоспорта, авто-мото-туризма. Вот. Я бы, например, хотела побывать на заводе. Хотите? Да. Вот. Я тоже хочу. Я хочу раков еще. Вот, смотрите, я хочу на заводе, а пока мы ждем февраль, у нас есть притягательная возможность побывать на другом заводе. Вы нас ждете? Очень. Мы будем показывать красоту региона, мы будем рассказывать про то, почему мы выбрали именно это место, и, конечно, мы будем ставить новые рекорды. Тольятти – это не случайно выбранный город. Это столица вообще нашего автопрома. Откуда вообще пошли все наши гоночные какие-то такие успехи и достижения? Минприрода выступил с такой инициативой, чтобы каждая команда называлась в честь какого-то редкого вида животных. Например, морский тигр, переднезиатский леопард, стерх. То есть это те виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения. И вот такой акцией мы хотели бы обратить внимание, привлечь желание людей к этой очень важной проблеме. Они мы крутые. Это мероприятие круто, да? А мы хотим быть в нем. Да? Нет? Продолжите. Поскольку продолжать мне, я хотел бы анонсировать, что в этом году помимо мотошколы мы также планируем на Жигулевскую милю привести автошколу Мосгортранс. И будет, я надеюсь, очень интересный сюрприз. Так что обязательно. Так что всех ждем. Событие привлекает всех кастомайзеров, всех инженеров. Лучшие умы. И там наконец-то появились профессиональные гоночные команды. Я думаю, что мы были одни из первых, кто здесь заявился. И, ребята, это вау! Это событие абсолютно демократичное. У тебя есть права, у тебя есть шлем, автомобиль, мотоцикл. Даже моноколесо! Ты выезжаешь и ставишь рекорд. Ты участвуешь в событии. В 2022 году поставили даже рекорд. 251 км в час на Chevrolet 55-го года выпуска. В этом году мы везем кикап Chevrolet 76-го года. Выпуска с мотором 7,4 литра. Будем ставить новый рекорд. Он, кстати, стоит между павильонами у входа на улицу. Вы можете его посмотреть. И на нем вы заметите мордочку курсука. Это наше тотемное животное. В общем, если вдруг встретите курсуков, не обижайте их. У них теперь крыша. Байкальская, Балкинская, Жигулевская мили – это действительно самое яркое событие в нашей так яркой жизни. И, конечно, в этом году мы в очередной раз в каком-то несметном количестве представляем Моторсити там. Барни, спасибо вам огромное. Вы делайте нам прайдли. Субтитры подогнал «Симон»!